В этом году по программе мы получаем очень много оборудования для дополнительного образования. В нашей школе будет открываться серьезная лаборатория. Для расширения кругозора и новых возможностей в школе появилась так называемая «Точка роста». Это клуб по изучению программирования, инженерных наук и интеллектуальных игр. Креативное пространство оборудовано 3D-принтером, проектором и мощной компьютерной техникой. Так преобразился кабинет технологии. Ребята уже протестировали учебную программу. Местные школьники начали собирать управляемые гоночные машины. Старшеклассница Диана планирует постоянно заниматься в новом учебном центре. Урокам это не помешает, так как программа «Точки роста» адаптирована к основному процессу. Мне очень интересно, потому что для меня это что-то новое. Я никогда прежде такого вообще не видела. И уже хочется поскорее увидеть результат. В селе Бряндино школу тоже обновили. Заменили все окна и сделали ремонт. Появилась и точка роста. Лаборатория с уютной мебелью и современной техникой уже готова к учебному году. Для детей оборудован шахматный класс и зона отдыха с модными креслами-мешками. Оснащение интеллектуальной платформы разнообразное и прогрессивное. Проектор, 3D-принтер мы привезли. Это будут квадрокоптеры, это ноутбуки с программным обеспечением, с новым. Это, конечно, у нас готовы уже планы неурочной деятельности для работы, точки роста. Учителя прошли с курсом повышения квалификации по работе в точке роста. Во всех районах проводится приемка учебных заведений. Почти все проверены специалистами Минобра. К приемке предъявлено 779 образовательных организаций, включая дошкольные, общеобразовательные учреждения, доп. образования, среднего проф. образования. По состоянию на сегодняшний день принято 60% образовательных организаций. Ремонтные работы и организация точек роста входят в обязательную программу нацпроекта образования, утвержденного президентом. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ. Новости Уллправды ТВ.